16 июня 1971 года. Вашингтон, округ Колумбия. Министру обороны США. В СССР осуществляются испытания новейшего плавающего вездехода, способного двигаться по любому бездорожью со скоростью до 50 км в час. Директор разведывательного управления Министерства обороны США. Трудно представить, но в начале 70-х у Витязя нашлись серьезные недоброжелатели в военном ведомстве. К тому времени советская армия располагала несколькими образцами очень удачных колесных и гусеничных шассей, выпускавшихся серийно. Развертывание производства новой машины требовало строительства специального завода. И Министерство обороны все время оттягивало принятие решения. Противников были, конечно, но фамилии я не могу назвать таких ярых чересчур. Просто скептики были. Кто верил, кто не верил, что машина такая, можно создать. Главный конструктор Константин Осколков добился того, чтобы вопрос был рассмотрен на заседании военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР, которую возглавлял Леонид Смирнов. Весомым аргументом в пользу Витязя стал документальный фильм, снятый во время испытаний. Сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эти когда-то секретные карты. Транспортер ДТ-20П уверенно эвакуирует средний танк, застрявший в заснеженной воронке. Фильм имел ошеломляющий успех. Особенное впечатление он произвел на эмоционального заместителя председателя Совета Министров СССР Вениамина Дымшица. По ходу фильма Дымшиц сидел и прямо, ну, был взволнован, видать, у него такие эмоции были яркие, он подскакивал и прямо говорил, ну, невероятно, ну, невозможно, фантастично. Потом, когда фильм кончился, он прямо смирнул, говорит, ну, дайте хоть одну машину, вот у нас сейчас нефтепровод горит, мы до него полмесяца добраться не можем, а тут же за одни сутки там. Решение о строительстве завода Лошинбае было принято немедленно. Недостающие деньги на него выделили нефтяники. Предприятие было построено всего за четыре года. Но когда в 1981 году была изготовлена первая машина, оказалось, армии «Витязь» был не нужен. Все вездеходы, закупленные для вооруженных сил, поступали в дальние круга и ставились на хранение. Наше министерство было просто не заинтересовано в работе над этими машинами, так как это машины не боевые, а машины транспортные. Там стоял вопрос очень жестко танки. Несмотря на прохладное отношение руководителей военного ведомства, конструкторы продолжали разрабатывать многочисленные варианты боевого использования винтикода по собственной инициативе. Некоторые из них не потеряли актуальности и сегодня. Наш институт СНИТОЧМАШ, министерство нашей оборонной промышленности, они разработали на уровне технического предложения установку 152-миллиметровой гаубицы. Или, например, Яковлевское бюро предлагало, давайте мы на ваших машинах вместо аэродромов подскока до заправочной площадки. Неплавающая машина разворачивается на болоте, в любом месте, на местности. В посадочную площадку самолет с вертикальным взлетом садится, а тут рядом стоит цистерна и машина заправился и полетел дальше. Но армия упорно не желала видеть в Витязи боевую машину. В то время как гражданская судьба вездехода складывалась просто триумфально. Он установил недосягаемые стандарты проходимости. Витязь успешно применялся при строительстве нефтепроводов в Казахстане, в геолого-разведке на Чукотке. Работал в экспедициях на Крайнем Севере и в Антарктиде. В 1986 году, доведя уникальную машину до серийного производства, Константин Осколков завершил главное дело своей жизни и в 63 года ушел на заслуженный отдых. Государство оценило его труд высшей наградой – орденом Ленина. Но мало кто знал, что ради этого дела он когда-то бросил родной город, оставил всех друзей и потерял любимую дочь. Но в 1986 году и сам Константин Владимирович еще не знал, что судьба уже приготовила ему новое испытание. 7 декабря 1988 года Михаил Горбачев в обращении к Организации Объединенных Наций объявил о существенном сокращении советских вооруженных сил и расходов на оборону. В обиходе советского УПК появилось страшное слово «конверсия». Эти драматические события в стране едва не поставили точку на существование Ишимбайского завода. Уникальные предприятия пытались перепрофилировать на выпуск чугунных печек. С огромным трудом удалось отстоять линию по производству «Витязи». Но его выпуск был значительно сокращен. Сочиненная гусеничная машина стала настолько востребованной, что во многих странах пытаются ее создать. Вот скажем, после показа на сингапурской выставке в Сингапуре появился двузвенный транспортер. Соответственно, и в США, и в европейских странах, Швеции, Финляндии в первую очередь, ведутся работы по совершенствованию, развитию сочиненных машин. И может настать момент, когда уже начнутся необратимые процессы. То есть вот то удачнейшее конструктивное решение, которое мы сейчас держим в руках, может уйти в сторону. И уже даже обильное финансирование вряд ли спасет ситуацию. Гром грянул в 1995 году, когда из-за весенней распутицы группировка российских войск в Чеченской Республике оказалась полностью парализованной. Единственными машинами, способными выполнять боевые задачи в таких условиях, были и витязь. В спешном порядке их перебросили из ленинградского военного округа. Во время боевой эксплуатации выяснились качества машины, о которых никто даже не подозревал. Благодаря конструкции и широкой гусенице давление удельное на грунт очень мало. Вплоть до того, что эта машина не боится обычной стандартной противотанковой мины. Она просто не вызывает ее детонации и проходит сверху нее, не пострадав. В 2002 году, учитывая успешный опыт боевого применения, Министерство обороны объявило о разработке боевой машины, получившей шифр «Вездесущий». Она представляет собой модернизированную версию «Витязи». Дело прославленного конструктора двухзвенного вездехода Константина Осколкова Сегодня продолжает его внук, офицер НИИ-21 автомобильной техники Министерства обороны Денис Винников. Данный модернизированный гусениный образец ДТ-10ПМ оснащен броневой локальной защитой, которая предназначена для сохранения жизни личного состава, который находится в этой машине. На «Вездесущем» возможна установка разных систем вооружений, вплоть до мощного танкового орудия и комплекса ПВО, что делает его грозной боевой машиной. Вред приносишь ты, если хвалишь, но еще больше вреда, если порицаешь то, в чем мало смыслишь. Это высказывание как нельзя лучше подходит к ситуации, которая сложилась вокруг двузвенного вездехода «Витязь». Этот супервездеход не случайно появился в самой большой и в самой богатой полезными ископаемыми стране. Вряд ли нужно кому-то объяснять, что две трети территории России являются труднодоступными, а порой непроходимыми, и нуждаются не только в освоении, но и серьезной защите. Продолжение следует...